Что я сегодня с собой беру в лес? Прогулка будет небольшой, но тем не менее подкрепление потребуется, поэтому первонаперво я беру с собой запас воды вот в такой металлической бутылке. Металлической, ну по сути это фляга. При падении ничего не разобьется, все довольно плотно закрыто. Также это хурма. Просто люблю очень хурму. При любой возможности ее с собой хватаю. Кроме хурмы возьму яблоко, которое уже предварительно завернуто мной в фольгу. Попытаемся его сегодня приготовить. Также это, конечно же, коробок спичек. В любой ситуации огонь может потребоваться в лесу. Несколько раз в моей жизни такое случалось, когда сильно промокнешь, сильно замерзнешь. Мало ли. Небольшой блокнот для записи и для наблюдений тоже вещь необходимая. И все это я, конечно же, положу, друзья, в рюкзак. Прямо здесь, на этом берегу высоком, растет замечательное дерево, у которого, друзья мои, очень пушистые иголки, очень пушистые ветки. Вот, рядышком, раз, два, чуть дальше еще один. Сейчас в заходящем солнце, да, он такой подсвеченный. Это, друзья мои, кедры. И вообще говоря, кедры не растут в этом лесу. Они не из этих мест. Вы посмотрите, что с ними происходит. Они страдают. Вытекает смола, они внутри пустые. Вот, у прикорня, да, оно какое-то. То есть, этому дереву легко упасть. Но пока кедрик, пока кедрик держится. Но здесь же рядом стоит такой обвиваемый или выраставший из-за березы кедр, который уже погиб. Вот, совсем никаких веточек на нем нет. А вот кедр, еще один пушистик рядом. Это первая часть рецепта лесного костра. Вот такая береста. При помощи бересты можно развести костер даже при ливне, когда очень сыро. Вот еще. Возьмем немножко. Вот это нам сегодня точно пригодится. И вторая составляющая, здесь буквально в двух шагах. Это тонкие, нижние ветки хвойных деревьев. Здесь много в лесу елки, поэтому посмотрим. Да, 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 вот она. Даже вот. Ветки у елки внизу засыхают понемножечку от недостатка света. То, что елки делают с березами, то же самое происходит и с их ветками. И такие ветки при сломе хрустят. Послушаем. Слышали? Как обычно, в лесу держим ухо востро. Собирая веточки, обнаружил вот такого пушистика. Видите его? Это кедровая ветка. И почему я решил, что кедровая? Дело в том, что у кедра из одной точки, из одной точки на ветке, вырастают сразу пять иголок. Вот давайте приблизимся, посмотрим. Видите, они пучком растут. Я сейчас этот пучок оторву один. Посмотрим, что у нас будет здесь. Да, вот они, пять иголок. Пять иголок. Именно поэтому кедровые веточки такие супер пушистые. И рядышком в листве, вот уж находка так находка. Посмотрите. Я положу сейчас на березовые листья. Это обглоданные кедровые шишки. Орехов в них нет, но вот сами шишки остались. Я их лучше даже на ствол березы сейчас положу, на белый. Вот и вот. Вот они, смотрите. Самые настоящие кедровые шишки. Раз и раз. Обглоданные. Смотрите, выбитые из них орехи. Мне кажется, что сойка поорудовала. А когда шишка падает на землю, тут могут и мыши подключиться вполне. Вот. Орехов, к сожалению, нет. Хотя, только я сказал, что орехов нет. Как посмотрите, на сломе березы кое-что виднеется внутри. Давайте-ка это достанем. Это кое-что. Ай. Палец у меня толстый, но тем не менее. И тоже положим рядом с шишкой. Посмотрите. Кто хоть раз в жизни ел кедровый орешек, тот знает, что это такое. Это, собственно, он и есть. Раздолбленный или разгрызленный каким-то существом лесным. Интересно, что он был зажат вот сюда. То есть, обычно так делают птицы. Куда-нибудь зажимают орех или шишку между веток, чтобы удобнее было долбить. Вполне возможно, что и это тоже дела, скажем так, птичьи. И вот, друзья, вышел я на болото. И вообще, я должен здесь проваливаться, тонуть. А не тут-то было. Потому что все болото смерзлось. Это во-первых. А во-вторых, это не такое болото, которое, знаете, с большим количеством воды, кочками и трясиной. Нет. Оно называется верховое. И посмотрите, вот чем оно создано. Точнее, кем. Вот таким живым существом, который называется сфагнум. Сфагнум – это мох. То есть, скорее всего, здесь был какой-то водоем. Есть небольшие для этого основания. Был водоем, который, в общем-то, стал в какой-то момент заболачиваться, зарастать. Здесь появился сфагнум, который по поверхности воды, на поверхности воды, можно себе представить, как одеяло кинули. Воды сейчас особо не осталось. То есть, она там вся внутри перемешана с этим мхом. И здесь даже летом, не то что сейчас, и летом можно без боязни ходить, не проваливаясь. Кстати, вот здесь я устраиваю небольшую качку, и под моими ногами сфагнум трясется. Такое одеяло на верховом болоте называется сплавина. Уж не знаю почему, наверное, по ней, потому что легко и удобно сплавляться. Здесь есть замечательные кочки. Вот, например, у основания этих берез. И на этих кочках можно увидеть еще несколько забавных обитателей этого болота. Например, видите, здесь такая, как проволока, красноватые листочки этого растения. А это клюква. Туда немножко посмотрю. Да, вот. Вот, вот, вот. Здесь довольно этой клюквы много. Переместимся сюда. Посмотрите, здесь, например, вообще все заросло ей. Вот. И вот. И вот она замечательная. Прямо на такой маховой кучке. Но ягод я что-то не вижу. Хотя я знаю, что это клюква. Ну как? Как вы могли бы догадаться, не видя ягод? Может быть, поищем и найдем. И хотя все замерзло, и в общем-то, такое твердое под ногами. Пройдем небольшой эксперимент. Я сейчас сплавину вот этот вот слой сфагнума начинаю раскачивать. А теперь посмотрим на веточки дерева, которые рядом здесь со мной. Еще раз. Потряслись сами. Смотрим на дерево. Еще раз. Прям попрыгаю и смотрим на дерево. Видите, дерево трясется. Корнями своими березы уходят туда, вглубь мха. И, в общем-то, земли-то не достигают. Поэтому, когда трясется мох, трясутся и они. Глубина здесь может быть совершенно непонятная. Мы пытались нащупать дно, но самые длинные палки уходят безвозвратно. А сейчас переберемся на другой берег этого болотца, где, наконец-то, устроим небольшой привал и отдых. Здесь же, неподалеку от болота, можно встретить вот такого забавного глиняного человечка. Видите, у него глаз, второй глаз, обуглившийся уже рот. В рот можно заглянуть. Какая-то темнота, листья опавшие. Он действительно из глины. Глина, которая находится у меня под ногами. У нас очень в лесу глинистая почва. Поэтому удалось срепить вот такую штучку, уже потрескавшуюся от морозов, от дождей. Потому что лед при замерзании расширяется. Ой! Дело в том, что лед при замерзании расширяется, и трещины усиливаются, увеличиваются. А вот здесь такое ощущение, что просто кто-то грыз. Посмотрите, что просто кто-то грыз. Странно это все выглядит. Так или иначе, мы сейчас эту печку затопим при помощи бересты и еловых веточек, которые нашли. Приготовим себе перекус и заодно согреемся. Вот она, вот она березовая кора береста. И ее туда закидываем. Уже ощутимо темнеет. И, честно говоря, ничего говорить не хочется. Потому что вообще в лесу болтать, это неправильно. Здесь лучше смотреть и слушать. Поэтому сейчас пойду делать себе небольшую трапезу. Со всеми прощаюсь. Друзья, внимательно смотрите по сторонам. себе под ноги. Там вас поджидают всевозможные открытия. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok